Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом, как приготовить очень нежные и вкусные банановые панкейки. Присоединяйтесь, будем готовить вместе. А для приготовления нам понадобится молоко, мука, яйцо, банан, сливочное масло, сахар, соль, соль с разрыхлителем и ванилин. Банан очистить и порезать небольшими кусочками и пробить его блендером. Нам нужно будет пюре. Добавить сюда сахар и соль и еще раз пробить все вместе. Разбить яйцо. Продолжить взбивание. У нас появилось много пузырьков пены. Это хорошо. Значит, панкейки у нас получатся воздушными. Постепенно, вливая теплое молоко, продолжать перемешивать. Я не сказала, яйцо тоже желательно иметь комнатной температуры, не сразу из холодильника. Ингредиенты лучше замешиваются, когда они слегка теплые, либо такой комнатной температуры. А также, чтобы банановому аромату еще добавить другой аромат, который любят большинство людей, ванильный, добавляем несколько, ну вот я добавлю несколько капель ванильного концентрата. А вы можете добавить либо такой концентрат, либо добавить ванилин. Достаточно будет половинки чайной ложечки. Перемешиваем еще разок. В муку добавляем соду и разрыхлитель. Мука у меня просеянная. И разрыхлитель с содой тоже. Просеивать нужно обязательно для того, чтобы насытить муку кислородом. А просеивать нужно соду и разрыхлитель, чтобы она не была в комочках и чтобы лучше разошлось. Перемешать массу и потихоньку начать всыпать ее в молоко и яйца в смесь и перемешивать. Разбивая все комочки при этом. Взбивать смесь не обязательно. Необходимо лишь перемешать, чтобы все компоненты соединились и чтобы не осталось комочков на поверхности. Пока взбиваем, таким образом насыщаем смесь кислородом. И можно вот видеть такие пузырьки, которые у нас потом проявятся в изделиях, в готовых уже. Панкейки получатся такими губчатыми. И будут хорошо впитывать то, что вы будете им поливать. Либо сметану, либо сироп, либо мед. Будут очень вкусные. После того, как комочков не осталось, добавляем растопленное сливочное масло. Вообще, если вы на диете или хотите меньше калорий использовать, масло можно не добавлять. Панкейки тоже будут хорошо пропекаться. Не будут прилипать к сковороде. Ну и будут тоже вкусные. Здесь, конечно, добавляется такой сливочный вкус. Они более такие сдобные получаются. Поэтому решайте сами. Но без масла тоже имейте в виду, поджарить можно. Такому тесту не обязательно нужно настаиваться. Перемешали масло, чтобы не осталось масляных кругов. И можно переходить к плите сразу же жарить. Сковородку необходимо хорошенько прогреть на огне, чтобы донышко было сильно горячим. Затем убавить газ, чтобы он был ниже среднего. Подождать, пока сковородка слегка остынет. И наливать небольшую порцию в центр сковородки половника. Если хотите маленькие панкейки, можно ложкой наливать. Тесто должно быть такое, как бы не густое, не жидкое. И при наливании оно не должно сильно растекаться в лепешку. То есть так вот должно сохранить свою форму небольшую. Не сказала, что смазывать сковородку маслом не надо. Масла у нас в тесте достаточно, поэтому все будет пропекаться достаточно хорошо и так. И запекаем до состояния, пока на поверхности появятся пузырьки и они начнут лопаться. Сильно жарить не надо. Вот чтобы здесь коричневая такая была поверхность. Вот такая вот она румяная, такая солнечная поверхность получается. До такого состояния и нужно жарить. Примерно где-то уходит от минуты до полутора одна сторона обжарки. И вторая сторона будет обжариваться секунд 30-40. Вот до такого состояния поджаривается у нас вторая сторона. Выкладываем на тарелку и наливаем новую порцию теста. Панкейки лучше жарить на сковородке с антипригарным покрытием или на специальной сковородке для жарки блинов. Выкладывать панкейки следует на тарелку на большую, на плоскую. Не друг на дружку, а вот так вот рядышком, чтобы они не придавили своим весом друг друга и остались такими же пористыми и воздушными. Дорогие друзья, из данного количества ингредиентов получается 12-13 панкейков. Если будете готовить без масла, то вместо 210 грамм, как указано в рецепте, добавляйте 170 грамм муки и получится 10-11 панкейков. Подавать можно их со сметаной, с медом или кленовым сиропом. В любом варианте получается очень вкусно. Дорогие друзья, если вы еще не с нами, подписывайтесь, мы будем вам очень рады. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания.